Приветствую вас! Значит, смотрите, какая получается история. Если опустить тот факт, что, возможно, произошла какая-то ошибка, ну, просто, вот, просто какая-то ошибка произошла, да? То есть, ну, что, например, там, грубо говоря, заявление подали, но оно пришло не туда, ну, знаете, как, как бывало, вот. Если такая история исключена, то я могу лишь только вам сказать, что ваша супруга, она не уверена в том, что ее мужчина, с которым она находится сейчас, да, ей подходит, не уверена в том, что будет с ним и, соответственно, не хочет подавать на развод, тянет время и будет его тянуть. Значит, дальше, лишь бы вы по преднему оставались ее будем, вот, для того, чтобы, ну, в случае чего, значит, дать задний ход. Вот. То есть, на самом деле, на самом деле, я других вообще оснований не вижу. То есть, других причин я просто не вижу. И в этой ситуации, конечно, говорить о том, почему ваша жена поступила так, это, это, значит, просто гадать. Да. Так вот, десять, грубо говоря, психологов придут, да, и десять психологов будут рассказывать, почему ваша жена, она поступила именно так. Вот. И, по итогу, по итогу, не те, ну, никто не будет прав, по итогу, потому что, скорее всего, никто не будет прав, а потому что, знать может только она. Вот только она может знать, почему она так поступила. Вот. И все. По сути. Ну, если она не подала заявление, да, или забрала его, или подала его, вот, то у нее на это были причины, и как вы, наверное, как вы, наверное, сами догадываетесь, да? А, причины эти связаны не с вашими интересами, а с ее. Вот. И, таким образом, если вы, ну, действительно интересуетесь ситуацией, вам надо бы у нее прямо спросить. Вот. Об этом. Ну, и, соответственно, ээээ.. Ээээ... С исчетом! С исчетом того, эээ, значит, что хотите вы в этой ситуации. Я считаю, что это правильно. Ват. Ну, то есть вот, я считаю, что правильно будет, если вы будете исходить из того, что нужно вам, а не из того, что нужно ей в этой ситуации. Хотя, конечно, вы её любите и вам, безусловно, хочется, ну, вы хотите быть с ней, но, тем не менее, если вы здесь не будете защищать свои интересы, то ситуация может очень сильно осложниться. Вот, вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос, вот, то есть, мало слишком информации вы предоставили для анализа, для комментариев, но я думаю, что жена прослеживает свои какие-то цели и она будет держать вас в таком подвешенном состоянии до тех пор, пока ей это будет выгодно. Соответственно, вы можете сами подать заявление на развод, ну, это не будет означать ни в коем случае того, что вы больше, например, её не любите или что-то вроде того, это будет означать скорее просто, что вы хотите дистанцироваться от неё, да, и хотите получить легальную, скажем так, возможность жить своей жизнью, вот, на что вы, конечно же, имеете право, вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, задавайте их в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!